Пешеходные переходы в Иванове начали оборудовать так называемой тактильной плиткой. С ее помощью незрячим людям легче ориентироваться в городском пространстве. Положили плитку всего месяц назад, а проблемы уже начались. На перекрестке Шереметьевского проспекта и Садовой аллеи желтая полоса перед зеброй пришла в негодность. Рифленая поверхность потрескалась и развалилась на осколке. И это, вероятно, не единственное место, где работы выполнили плохо. Заказчик мэрия сделать город удобным для слабовидящих позволила госпрограмму «Доступная среда». В городском бюджете на эти цели выделено 750 тысяч рублей. В администрацию уверяют, что работы еще не завершены. Все недочеты исправят. С 13 ноября специалисты совместно с подрядчиком будут осуществлять выезды на место и приобретать качество выполненных работ. В случае выявления недостатков, подрядчик обязуется устранить все недостатки за свой счет. Кроме того, гарантия на выполненные работы составляет два года. И в течение всего гарантийного периода подрядчик также отвечает за свое качество выполненных работ. Свои планы по созданию доступной городской среды для незрячих городское управление благоустройства согласовало с региональным отделением Всероссийского общества слепых. Договорились о маршрутах, которые в первую очередь необходимо оснастить тактильной плиткой. Прежде всего, это улица Ташкентская, проспект Ленина и Шереметьевский. Было пожелание оборудовать переход около Дома культуры общества слепых на Октябрьской. Но пока администрация к нему не прислушалась. Те, для кого тактильную плитку укладывают, конечно, рады переменам. Они надеются, что городские власти не ограничатся центром и продолжат обустраивать переходы и в отдаленных районах города. Правда, председатель областного общества слепых опасается, что эффект от такой потрескавшейся плитки будет обратным. Ходить по разбитой плитке – это вообще дело травмоопасное. Могут даже случаться и несчастные случаи, ведь можно и упасть, зацепившись за такую расколотую плитку. Всего до конца года тактильной плиткой планируют оборудовать 80 пешеходных переходов.